Еще раз всем добрый день. Мы сегодня собрались на встречу с членами инициативной группы, которые подали заявку на проведение митинга. В понедельник я встречался с руководителем дорожного агентства. Мы проговорили по ремонту всей дороги до переправы, включительно, то есть на левом берегу и, естественно, по восстановлению той размытой части дороги, о чем мы говорили в прошлый раз. Также инициировал совещание у главы республики по вопросу переправы. Такое совещание было в понедельник проведено. Но были даны поручения, задания. И вот по информации о том, кому какие поручения, что уже сделано, я сейчас слово Андрею Николаевичу предоставлю. А дальше, если будут по ходу какие-то вопросы, значит, будем уже в режиме такого диалога общаться по данной теме. Здравствуйте еще раз. Значит, уважаемые коллеги, к истории возвращаться будем? Зачем к нему возвращаться? Это у нас многострадальных вопросов. Ну, у нас много многострадальных вопросов. Откуда возникла эта проблема? Значит, есть постановление правительства Российской Федерации от марта 2012 года о лицензировании отдельных видов деятельности, где с прошлогодним постановлением предписывается о том, что перевозка пассажиров на паромах, которые не являются самоходными, вместе с транспортными средствами, запрещена. Значит, 2012 год мы отработали в том режиме, в каком работали всегда, и никто никаких претензий никому не предъявлял. Но, начиная с этой навигации, эти требования ужесточили как и Печорское ГБУ, значит, что касается Печоры, так и, значит, различные инспектирующие органы. Значит, в связи с этим, сегодня на переправе работает пассажирская переправа, которая осуществляется республиканской транспортной компанией, и работает переправа грузовая, которую осуществляет, значит, Газпром. Значит, на будущее каких-то послаблений и изменений, к сожалению, не будет, потому что в мае месяце правительство Республики Коми обратилось в правительство Российской Федерации об изменении этого порядка для того, чтобы можно было осуществлять перевозку пассажиров в том же порядке, что и было раньше. Потому что сегодня каждое судно, которое требовало переоборудования, оборудования или постройки нового, требует и средств, и времени. К сожалению, на наш запрос, на нашу просьбу никакой реакции не последовало, порядок этот никто не изменял, значит, на что речь флота Российской Федерации нам подтвердил. Порядок будет оставаться в прежнем уровне. Значит, сегодня какие меры для того, чтобы все-таки еще более она была адекватной, переправа сделана? Главой Республики Коми дано поручение. Значит, максимально, во-первых, сделать так, чтобы не было таких больших перерывов в работе, в первую очередь пассажирской переправы. Во-вторых, чтобы все наши суда соответствовали тем требованиям, которые заявляет, значит, речь надзора. Значит, те суда, которые работают по реке Печора, их у нас пять, и на переправе сейчас работает лая, значит, сделаны в прошлом году, построены на Костромском судостроительном заводе в соответствии с проектом и требованиями речнодзора и регистра речного. Поэтому те сегодня поступающие вопросы, скажем так, которые говорят о том, что судно небезопасно, судно не обеспечено средствами спасения, значит, на судне не соответствуют трапы, проходы и так далее, не более чем домысел. Потому что судно имеет все документы, значит, от сертификата соответствия до Санэпидемнадзора или Роспотребнадзора, который позволяет производить эти перевозки. Значит, в понедельник на совещании, где присутствовал, значит, Сергей Романович Деревянко, значит, главой даны поручения, значит, что можно сделать и нужно сделать для того, чтобы переправа работала более эффективно. Поэтому, значит, нами принято решение о том, что мы согласовываем снятие с маршрута еще одного катера для того, чтобы он пришел на переправу в УКТР. Значит, наши согласования с Ижмой и Усинском произведены. Сегодня мы получили все подтверждения, что они согласны снять этот маршрут, то есть, они будут стараться подменить или другими видами транспорта, значит, ну или там ходит еще один муниципальный катер Усинский, который вот встанет на маршрут, который называется у нас Парма-Кипеева. Значит, и катер «Щугар» будет возвращаться вверх сюда, к Уктылу, для того, чтобы на следующей неделе встать, в параллели работать двумя катерами по принципу, как работает «Газпромовская переправа», для того, чтобы убрать нам эти технологические перерывы. Значит, мы такое письмо в республиканскую транспортную компанию отправили, они его получили, сейчас занимаются передистанцией катера. Но это вопрос, скажем, как локальный. Что делать дальше? Значит, вопрос, связанный с тем, что будет на следующий год и в дальнейшее. Значит, мы от этой проблемы вот таким образом, как сегодня она ощущается, никуда и не уйдем, поэтому главой даны поручения проработать вопрос, значит, приобретения грузопассажирского парома для переправы Уктыла, который бы также соответствовал всем требованиям регистра и позволял перевозить и технику, и пассажиров одновременно, как это должно быть. Поэтому мы сегодня прорабатываем вопрос несколькими заводами. Значит, опыт у нас такой и работы есть. В прошлом году мы работали по этой же проблеме с Устильмой. Значит, в Архангельске, на РЭП Архангельска мы прорабатывали и заказали на условиях софинансирования. Часть денег были даны из республиканского бюджета, часть денег были направлены из бюджета района. Значит, такой паром грузопассажирский, 40-тонный, заказан, он изготавливается в сентябре месяце, он будет в Устильме. Значит, у нас таких паромов, которые еще требуют таких три узких места, кроме Уктыла, это еще раз, еще одна переправа в Устильме и переправа, значит, Кожево-Печора. Поэтому мы рассчитываем за счет, ну, скажем, партии такой, поиметь некую скидку для того, чтобы можно было, можно и дешевле эти паромы заказать и приобрести. Для того, чтобы навигаться следующего года, к маю следующего года, он был приведен уже сюда на Уктыл. Стоимость такого парома на сегодняшний день объявлена 30 миллионов. Это паром 40-тонный, который позволяет перевозить вот то, что я назвал. Это касается тех шагов, которые даны поручения на сегодняшний день и которые мы уже исполняем. Я прошу извинить, заявка от муниципалитета в Министерство финансов в пятницу ушла на деньги. Значит, кроме всего прочего, значит, для того, чтобы был и другой способ добраться в Уктыльцам до Большой Земли, значит, сегодня ведутся активные работы по аэропорту города Вуктыла. Значит, там готовится полоса для того, чтобы мы могли реально начать летать, значит, по маршруту Ухта в Уктыл и Сыктывкар в Уктыл. Значит, скажем так, техническая сторона самого полета на сегодняшний день проработана. Сейчас готовится ценник на полеты по данным маршрутам. Ну и третье, ведутся работы по подготовке полосы, это вырубается подросток, который там есть, значит, делается разлетка. И мы очень рассчитываем, что на следующей неделе мы произведем технический рейс на Уктыл. После чего, значит, уже можно будет говорить о продаже билетов и регулярных полетах на Уктыл. Вот, в принципе, те действия, которые сегодня производит правительство Республики Коми. С вашего позволения, Андрей Николаевич, давайте сидя, наверное, да, будем как бы так общаться. Да, мне так и так. Можно задать? Да, пожалуйста, вопросы по данной теме можно задавать, пожалуйста. Андрей Николаевич, нам бы людям, народу Уктылскому, хотелось бы узнать, а стоимость на сегодняшний день парома, это откуда взялось и почему такая ситуация сегодня здесь? Стоимость парома откуда взялась? Да. Значит, стоимость парома взялась из ценника, из прайса завода-изготовителя. Значит, они не имеют по переправе людей, по переправе людей. А плата за проезд на этом катере, значит, на переправе. Значит, эта цена взялась из приказа службы по тарифам, которая обязана установить стоимость проезда на переправе. Потому что, значит, Республиканская транспортная компания является коммерческой организацией, значит, и работает на возмездной основе. Поэтому она должна, в том числе, и зарабатывать деньги, кроме того, чтобы сжечь листопливы. Исходя из этого, установлена предельная цена стоимости билета и провоза багажа. Понятно. Ну, одно непонятно мне, понимаете, в чем. Вчера только разговаривал с Лабитнагом, с народом, конечно. С вашей стороны, как министр, вы, наверное, тоже там какие-то связи имеете, там, и взаимодействие имеете, наверное. Можете даже позвонить и уточнить. Было бы хорошо, если сейчас, которые позвонили бы, знали бы. Три километра переправа от берега до берега. Салихард в Лабитнаге. Вся техника до трех с половиной килетонн вес. И все люди переводятся бесплатно. Почему сегодня там это можно делать, а в Уктилцам надо за все платить? Значит, все, что касается вопросов, связанных со мной вопросами, все определяется. Значит, дотациями на выпадающие доходы. Скажем так, на сегодняшний день Республика Коми возмещает выпадающие доходы. Компания, в которой авиация работает, значит, в том числе и в межсезонье, когда летает по территории Уктильского района, наше Коми авиатранс, мы возмещаем из своего бюджета, из республиканского. Значит, мы возмещаем сегодня затраты на пригородную пассажирскую компанию. Мы сегодня возмещаем затраты на федеральную пассажирскую компанию и так далее и тому подобное. Поэтому, исходя из того, где наибольший грузопоток, туда направляется деньги. Но за все люди вообще-то платят, в том числе и за пролет, и за проезд железнодорожных, так сказать, вагонов. Если для себя, Ламытнанги, значит, от большого количества денег, или это включено в стоимость проезда по железной дороге между, так сказать, Целихардами и Ламытнанги, или же они говорят, что мы такие богатые, у нас есть возможность заплатить за людей, но это вопрос уже, так сказать, правительству и немецкого. Ну, я понял. Нам бы, конечно, хотелось бы так же, чтобы эффективно работало и наше правительство, как немецкого. Ну, да, эффективно. Потому что наше правительство и наша республика, то есть наша республика, она одна из богатейших. Одна из богатейших республик. И она вполне может решить все вопросы, связанные вот с такими, которые мы сегодня обсуждаем. Значит, я могу единственное повториться. Значит, бесплатной переправы не будет, ее нигде на сегодняшний день нет. Ни в одном районе республики Коми. В республике согласен. А везде по России где? Потом еще хотелось сказать. Это уже мы говорили, я обращаюсь к главе района тоже. И по мосту, как министру, тоже хотелось бы это сделать. Народ, понимаете, вот здесь уже сколько лет, это вопрос насчет моста. Ни в правительстве, ни в районе, это вопрос сколько лет уже, вот, существование вот этого Ухтурского района не стояло абсолютно. Поэтому и в правительстве на это внимание обращали. ни у главы, ни в министерствах. Этого вопроса абсолютно его не было. Не было почему? Потому что никто остро его не ставил. А сейчас, как бы вы, какой бы вы порог не сделали, как бы вы ничего там не придумали, это вопрос уже будет всегда возникать. Потому что, как вы говорите, всегда будут, каждый год ужасно, вот требования к перевозкам будут. Поэтому единственный вариант, это и реально это делать, и возможно это делать. Найти, разыскать деньги, на раз и навсегда поставить мост. Мосты есть разные. Я не говорю там, как в Валеростоке построили вот такое, нет. Тут всего лишь 300 метров, когда река поднимается, черная река. Найти метр 500, поставить мост. Это реально, это по причину Вуктыл, Вуктылский район, и город, и люди это заслужили. Понимаете, и вот надо его поставить остро, и тогда будет какое-то решение принято. Когда нет вопроса, естественно, никакого еще не будет принято. Тут даже, я говорю, как будто мечтать не могут о мостах. А почему бы нет? Значит, вы хороший пример с Лугутнангами привели. Значит, вообще-то там как бы вопрос переправы стоит более острый, потому что все остальное находится на том берегу Абе, а пояс останавливается на этом. Значит, стоимость моста через Печору, около города Вуктыл, стоит 8 миллиардов рублей. Значит, вы говорите, одна из самых богатейших республик. Сколько сегодня бюджет Республики Коми? Я не знаю. Вы уже говорите, что мы одна из богатейших. Да, я знаю, что мы... Очень плохо, что не знаю. На сегодняшний день бюджет Республики Коми 54 миллиарда рублей. 8 миллиардов мы отдадим на один мост, значит, по которому с учетом строительства дороги будет ездить очень ограниченное количество людей. Потому что на сегодняшний день, как только запускается участок между первой Керки и район, основной поток по реке сойдет туда. Поэтому сегодня утопическими делами о том, что там завтра мы найдем деньги и построим здесь мост, ну, наверное, это как бы обмануть всех. У нас инфляция, я так смотрю, раздет. 26 июня 2013 года. В ответ на ваше обращение, информирую вас, что ориентировочная стоимость строительства мостового перехода через реку Печора в районник Уздюбош на автомобильной дороге Ухтаву-Ухтыл составляет 3 миллиарда рублей. Ну, естественно, в перспективе не предусмотрено. Первый замок руководителя ЮП Лучинин. Понимаете, вот такими выступлениями, вот такими разговорами, говоря, вбивая людям в головы невозможные такие фантастические суммы, вы опять же питаетесь, чтобы этот народ забыл об этом. Нет, не забудем. Будем добиваться, писать, обращаться. Стоимость моста есть разная. Есть миллиард, которые есть. Есть миллионы, сотни миллионов, которые стоят. Придумайте, найдите, делайте для народа. Мы себя не просим, мы используем для народа. И тут говорит о выгоде. Это же, что-то там, когда магазин открыть, выгодно или невыгодно. Это решается вообще судьба целого района. И это право каждого иметь свободный переезд или отъезд, или выезд. Ну, а свободный переезд тут никто не ограничивает? Как не ограничивает? Мы сегодня не можем приправить. Ну, а что случится? Свободный переезд. Свободный переезд ограничен. Бесплатно. В законе четко написано. В каком законе? В дорогах 257 моль. Главное, в концерн, и что там написано? И что там написано? И что там написано? Свободное и бесплатное передвижение. Также есть в законе по муниципалитету, да, по правилам, что муниципалитет обязан предоставить... Вы мне покажите, где паромная переправа должна быть бесплатно. Нет такого. Давайте вот... Я не знаю, может быть, кому-нибудь дайте поручение, чтобы распечатали. Давайте. Сейчас же принесу. Посему. Значит, я... Да. Да, посему. Еще раз говорю. Давайте мы будем решать вопросы по мере их поступления. А не так, что... Значит, завтра мы начнем строить мост. Завтра не начнем строить мост. Завтра мы будем строить паром, для того, чтобы можно было беспрепятственно ездить. Вот это да. Это реально. А все остальное мы пока, так сказать, прогнозируем. А, ребята, я же... Мы не говорим, чтобы вы завтра начали строить. Мы не говорим, что этот вопрос надо поставить остро, чтобы она не решала. Перед кем поставить-то, скажите? Перед правительством, перед главой республики и перед федеральными властями. Конечно, у нас есть масса. Вот ставить. Понимаете? Потому что, когда вопроса нету, естественно, его решение не будет никак. Потому что нет вопроса, нет, не стоит ни остро никак. Вот и все. Я, с вашего позволения, несколько слов тоже скажу. Во-первых, есть сегодня получено письмо с прокуратуры, согласовано прокурорам. Информация для размещения на сайте администрации муниципального района Вуктын. Можете посмотреть. Я зачту только последний абзац. Вот здесь видите на трех страницах. При указанных обстоятельствах основания для признания незаконным взимания платы с пассажиров при пользовании переправой и для применения мер прокурорского реагирования в указанной части отсутствуют. То есть на законных основаниях. Какой-то точке, да, и все. А там есть пояснение. Ну, прокуратура проверяла. Сегодня будет это размещено на сайте. Да, Анна Юрьевна. Я вам отправлю. Переправим будет. Хорошо. Ну, завтра будет. Да, то есть посмотрите, там все расписано по этой переправе. Ну, опять же, исходя из этого, единственное, на сегодняшний момент, бесплатная возможность будет только в мост. Конечно. Конечно. Все, все. Любой паром платит. Опять же, у нас получается паром, это техногенно, это человеческий фактор, как бы то ни было. Правильно? Я... Вот буквально это самое. Дайте это говорить. А, извините. Буквально на последней встрече Сергея Романовича, он был такой тоже вставлен, вставил остро вопрос и с катером тоже, и с рабочими. Говорит, очень тяжело на данный момент найти второй экипаж. Да. Да, очень тяжело. А где гарантия, что на следующий год найдется очень легко экипаж на грузопассажирский паром? Где гарантия, что этот грузопассажирский паром не сломается, не придет в негодность? Кто нас тогда будет перевозить? Где гарантия, что на нас не упадет метеорист? Не, но все равно, ну, уже, конечно, будем, да, можно развивать это, конечно, до бесконечности. Ну, вот данная эта проблема, вот тут. Значит, на сегодняшний день вопрос стоит однозначно, значит, чтобы переправа была, переправа работала. Значит, исходя из этого, и экипажи будут искаться и готовиться. Конечно, если мы будем это делать, когда у нас клютых в одно место клюнет, то, скорее всего, это будет все по левому или не найдется. Если мы это вот сейчас уже начнем делать, то, наверное, мы можем уже говорить, что да, мы к следующему сезону будем готовы. И это как бы реально сегодня, о том, о чем я говорю. Если мы будем и дальше говорить, а ничего не делать, то и следующий сезон у нас будет такой же, еще хуже. Но мы делаем. Вы делаете со своей стороны, мы делаем со своей стороны. Каждый работает так, как может. Вы вот в своем направлении двигаете, мы в своем направлении двигаем. О чем мы можем? Мы можем собрать народ, собрать нам митинг и обратить внимание президента, обратить внимание Совета Федерации. Проблема все равно сведется решаться. Значит, и вот в такой кабинет не на митинге проблемы решаются. Ну, понятно. Но обратить внимание это надо на верхах, о том, как люди живут здесь внизу. У нас же главное богатство-то люди в стране. Просто тут явное нежелание, просто чтобы здесь мусс был, поэтому во всех, на всех уровнях власти. То есть я понимаю, у нас будет фондон, перепроработать платно, да, вот если когда будет однозначно платно, без перерыва, как на время распутиться. У нас... Один рейс в неделю самолет? Да, да, три раза. Нет, значит, давайте мы про один рейс в неделю самолет, я видел ваши, так сказать, комментарии. Мы еще ни разу не прилетели. Вот, поэтому говорить один раз в неделю самолет, или два раза в неделю самолет, или четыре раза в неделю самолет, это будет зависеть от многих факторов. В том числе и от того, с каким желанием вы захотите летать на нем. Вот, если... Конечно, значит, он тоже не будет бесплатным, естественно. Значит, цена будет там чуть дешевле, чем на вертолет, дешевле, значит, но говорить о том, что он будет такой абсолютно никакой, ну, то есть минимальный, это тоже неправда, потому что самолет стоит денег. Сегодня те работы, которые выполняются, стоят денег и так далее. Поэтому цена там будет принята, и она в ближайшее время будет опубликована. Значит, технический рейс будет осуществлен, ну, я надеюсь, по крайней мере, если мы будем готовы, на следующей неделе. И через неделю там рейсы начнут осуществляться. Сегодня мы по количеству рейсов, почему так стоит, ограничены пока по количеству введенных экипажей. То есть каждый командир должен налетать не менее 30 часов. Чтобы ему налетать, рядом с ним должен сидеть пилот и инструктор. Поэтому вот сейчас эта работа осуществляется. Значит, мы рассчитываем, что, значит, у нас три таких самолета, а летать пока будем одним. Вот, исходя из одного, построено все наше расписание по республике. Как только мы вводим второй самолет по количеству экипажей, так мы увеличиваем частоту полетов. Но в Уктыл на сегодняшний день, сколько, когда последний раз на самолет сюда прилетал? 15 лет назад. Больше. 20. Ну, я не знаю, на самом деле, сколько лет. Я с сыном летал, сын на 17. Я с сыном летал. Но 15 лет тому назад, предположим. Для нас в Уктыл, с точки зрения пассажиропотока, терра инкогнито. То есть мы не знаем, как часто нужно сюда летать. По первым, так сказать, дням или там, по первым неделям полетов будет видно. Грузимся хорошо, значит, частоту увеличиваем. Не грузимся, ну, какой смысл будет гонять в пустой самолет? Пенсионеры тоже не смогут себе позволить работе, летать на самолетах. Есть определенная категория граждан, которая не сможет этого себе позволить. Значит, ну, я не думаю, что нужно летать каждый день. Ну, вот если у пенсионера 10 тысяч зарплаты, пенсия не сможет себе позволить. В республиканская больница и вообще, в основном, да, медицинское обслуживание происходит в день в Стыкане. Очень много людей сталкиваются именно с этой проблемой. Согласен с вами, значит, я чужую. Давайте мы начнем осуществлять полеты, и тогда по итогам первых, так сказать, шагов можем еще раз встретиться и пообсуждать эту тему. Но сейчас, вот, ну, гадать как-то на кофейной гуще я бы не хотел. Вот. И что касается распутицы, значит, мы все-таки считаем, что два вида воздушного транспорта позволят отчасти, ну, как бы, снять эту нагрузку. Одно дело еще человеческое. Люди и дайвозят, а у нас и поставка же, и продуктов же, это все это дело. Распутицы ладно хорошо, когда сегодня река встала за неделю, и на следующий год она встает месяц, там, то, шага, то, то, все. Городу Вуктылу сколько лет? Городу Вуктылу, ну, 68-го официально, там, месторождение, все такое. Ну, хорошо, 68-го года до сегодняшнего дня, как Вуктыл жил в Распутицу? Тяжело. Плохо. Значит, мы не должны всю жизнь так жить, Андрей Галыч. Заня, не хотел. Мы должны всю жизнь так жить, понимаете? Мы вообще сейчас, будем измерять, да, такое шире, что мы вообще на разных языках разговариваем. Нет, мы разговариваем. Мы находимся вообще в разных полетах, в разных регионах. Вы тут стоите, говорите, убеждаете, что ничего не получится, ничего не будет. Да мы говорим, почему не получится, почему не будет. Если будет желание властей делать и решить этот вопрос, как это может не решиться? Все решается, все делается. Нет, а чего не будет-то? Мы пока говорим, что с мостом все сложно, все остальное возможно. Надо же начать его, и мы же не говорим, что завтра, через год, чтобы она была стояла там. Но надо же все пытаться делать, все к тому, что и собирать деньги, в том числе, учитывая, что вот через 2-3 года начнем строить, или там через 4 года учитывать деньги, собирать, все это что-то там, ну не знаю, с бюджета нашего, с Уктылского, с вашего, республиканского, с федерального. Значит, для того, чтобы собирать деньги с Уктылского бюджета, вот для нас, как для министерства, очень важно, чтобы Уктыл, скажем так, не сдавал свои позиции по добыче газа, но, по крайней мере, оставался хотя бы на прежнем уровне. Что дали? Верните, пожалуйста. А исходя из этого, так и будет строиться бюджет. Значит, говорю, вот что дали газ-то за это построить? За все 40 или 50 лет существования Уктыла? Я же, о чем говорил, мы, как никто в этой республике, в Уктыл заслужил мусор. Как никто, как ни один регион. Ни один регион ничего не заслужил, вот в Уктыл заслужил. А сейчас, чтобы говорить, что уже время прошло, когда была комсомольская струк, тогда она не была, сейчас у нас уже... Время не прошло. Мы умирать не собираемся. У нас получается город, но у нас нет, ну, заводок нельзя производить. У нас времени прошло, я же говорю. У нас времени прошло, у нас время все еще впереди. У нас все будущее впереди, у нас дети, внуки, у нас все впереди. Правильно. Будем развиваться процветать. Не надо вести здесь разговоры, утопические разговоры. Мы просто, например, хотим поступательно решать, потому что... Вот и решаем же поступательно. 40 лет не решали, еще через 50 лет скажут, вот надо вот тогда решать. Через 50 лет надо вот тогда решать. Просто надо, наверное, чаще садиться за стол переговоров. Ну, наверное. Устанавливать срок, например, вот что-то там сделано, да, пошли дальше. Что-то там... Да, этому видео мы хотим цель поставить. Андрей Николаевич, ну давайте сидя, потому что, как бы, я тоже хочу... Уважаемые присутствующие, да, давайте таким образом. Ведь мы сегодня собрались в очередной раз. Во всяком случае, у каждого вот своя мотивация, да? Вот одна у нас общая мотивация, чтобы вопрос решался дополнительно. Все-таки мы пришли с этой информацией с надеждой на то, что будет понятно вот из того, из той проделанной работы, да, вот что уже сделано, да, и куда двигаться дальше. Так вот я хотел бы резюмировать. Еще буквально неделю назад, немногим больше, да, вот, Ситуация была, ну, не совсем ясная, вот, что будет дальше, да. То есть мы ввели работу, и я вас об этом информировал. Сегодня, когда есть понимание, и уже пошли указания, вот, о том, чтобы размещали заказ на строительство грузопассажирского парома, и сейчас фантазировать, а не заболит ли там голова или живот у капитана судна, или там у матроса, вот, и что тогда будем делать, когда остановится, да. То есть вот в эту сторону не надо двигаться. То есть так можно действительно дойти до некого абсурда. То есть даны задания, да, будет грузопассажирский паром построен, следующую навигацию, исходя из логики событий и данных поручений, есть уверенность в том, что паром будет построен и будет работать следующая навигация. Это раз. То есть для нас это важно на этом этапе, чтобы вот то, к чему мы привыкли, чтобы это работало, чтобы это было вернуть. Мы его возвращаем. В этом году, значит, мы говорили, что есть опасения по графику работы грузового парома УТТСТ. Да, вот мы на наш запрос получили ответ из УТТСТ, утвержденный начальником, где сказано, что, значит, круглосуточная работа по перевозке техники, это в период навигации 2013 года, с 5 до 22 часов постоянная перевозка техники с берега на берег, с 22 до 5 часов утра работает в дежурном режиме, потому что производство непрерывное, поэтому там технологические проблемы могут возникать в любой момент. Значит, перевозка автотехники Газпром-Трансгаз-Ухта вне очереди. Водители, сопровождающих и командировочных лиц Газпром-Трансгаз-Ухта перевозят теплоход Тимаиз. Я об этом читал, уже было письмо. И перевозка сторонней техники производится при наличии пассажирского судна в часы режима его работы. Также график работы судов. То есть выходных здесь не предусмотрено. Поэтому вот те опасения и те домыслы, что выходные не будут работать, надо это отбросить. В итоге, значит, у нас есть два ясных вопроса. То есть по следующему году грузопассажирский паром, в этом году УТСТ работает. Дальше больше. Значит, даны команды, чтобы катер «Щугар» выдвигался в район переправы Куздебоши, со следующей недели начали работать два катера. Поэтому мы сегодня уже посмотрели, есть проект графика движения этого катера. Он предусматривает, мы его еще будем, конечно, согласовывать, предусматривает будет с 6 утра до 23 часов работать. Такое примечание мы написали, что в случае неполной загрузки грузового парома движение пассажирского судна осуществляется не реже одного раза в час. То есть все это будет увязано с работой грузового парома. Хорошо, скажите, если вот люди приезжают в Ухту на ночном поезде, вот как вот я вот попала с отпуска приема, я ночую, получается, на переправе, если я не успеваю, до 9 часов, да? На переправе я еду в отпуск, извините, тоже куда-то не успеваю. Вас не перевозят, мне не вы. Нет, я в другой. Вас не перевозят. Я приехала в 3 часа ночи на переправу, я до 7 утра ждала катера. Я остаюсь ночевать в Ухте, либо в Сыктывкаре. Вам финансы позволяют, а я вот, допустим, от одиночка, мне не позволяют финансы оставаться в Ухте. А вы если едете в отпуск, вот извините, вы приехали, вам сразу, вы прилетели в Москву в аэропорт, и вам сразу к трапу самолет дают дальше ехать? Нет, мы сейчас не говорим за Москву. Уважаемые коллеги, значит, к сожалению, для вас, как для мамы-одиночки, или просто как для пассажира, есть правило судоходства. В темное время суток... Но почему-то раньше-то у нас ходило все круглосуточно. Ребят, значит, конечно, не ходило, но вопрос не в этом. Я не хочу круглосуточно дежурного режима. Дело в том, что грузовой, транспортный, который транспорт возит, они имеют право до километра видимости при фонарях идти. Людей только вот так. Только в светлое время. Только в светлое время суток, это да, закон такой есть. Мы к тому вопросу и ведем, что нам... Я говорил разговор в встречу в Ухте с господином обменности УТВСТ, Алексей Львович. Так. Да, я здесь. И ТСТ и Газпром готовы круглые сутки вернуть работу катеров и парома. Вот и все. Разговор только за вами. За нами? Слышали, есть требования к пассажирскому перевозу? Вот эти требования, да, вот везде требования позволяют, в Тишгороде вот так же, вот Лабитнанге, например, привел вам. Лабитнанге. Вчера только вечер мне звонил, созванивался, уточнял точно, все, и сколько стоит, чего стоит. Курзовик 50 рублей больше, 3,5 тонн, а остальные люди, машины бесплатные. Почему мы не можем создавать? Почему мы не можем, не можем, не можем, не можем, не можем, своему народу сделать такие же условия? То есть все-таки платно там есть, да? 3,5 тонн и выше. 50 рублей. Только там на пароме помещается 100 машин. Давайте тоже кабельте туда. И поставим его на одной бумагу. Можно черта с родами, другое дело, как он пойдет. Другое дело надо делать, да. Надо делать, надо делать. Надо делать, если бы мы были бы, где-то что-то, может быть, что-то делали бы, я не знаю. Вопрос стоит, как сегодня, что вы руководители, мы к вам обращаемся, понимаете? Мы отвечаем, мы отвечаем, то, что мы сегодня делаем и что сегодня реально сделать. Значит, я считаю, что как бы, ну, можно, конечно, сказать, что мы завтра с вами и мост построим, но это будет ложью с моей стороны. Я не могу себе позволить. Ну, вы, вот, я не пишу, что вы обманули, я не знаю, мост письмо этого года. Здесь стоит мост 3 миллиарда, а вот еще 8 миллиарда. Это обман или что? Это всего лишь цена, которую каждый из нас может любую начать, потому что нет проекта, значит, нет понимания. Когда мы все сделаем, цена будет вообще третья, не та и не другая. Будет миллиард. Я не знаю. Будет миллиард. Я не знаю. Так надо начать, можно сделать этот проект. Будет миллиард. Но проект будет. Хорошо. Проект сколько стоит? Несколько миллионов будет точно стоить. Десятки миллионов будет стоить. Нет, но если начать этот проект делать, то уже может стоимость уже посмотреть. На проект сегодня многие ко мне обращаются, люди, жители Ухтилла. Готовы кто 5 тысяч, кто 10 тысяч отдать вам на проект. Мне не надо. Проект мы сделаем. Давайте так договоримся. Население делаем проект, остальное за вами. На проект не соберут деньги. Я вам гарантирую, что я на проект я соберу. Я вам серьезно говорю. Народ уже достал это все. Они готовят. На самом деле готовят. Кто 10 тысяч внести, кто 5 тысяч, кто тысячу, кто две. Но к сожалению, 10 тысяч каждого и то не хватит. Как не хватит? Дальше что? У нас тут население 10 тысяч почти. Поэтому набирается и на половину моста, что наберется. А что вы говорите? Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, представляете, вы второй катер, да? У нас есть маломобильная группа людей, да? Инвалиды, пенсионеры. Тяжело залезать на катер. Как в этом? Значит, к маломобильным группам есть определенная категория, которая строго определена. Значит, вот Сергей Романович вам про маломобильную группу может сейчас прямо рассказать. Да. Я уже об этом рассказывал. Вас я, правда, не видел в прошлый раз, да? Но мы говорили. Есть договоренность с Газпром Трансгаз Ухта. Потому что есть категории не только маломобильных граждан, есть специальная техника, да? Мы говорили, там, инкассаторская машина, там, автозаки, есть скорая помощь больным тоже, да? Которые неотъемлемо нельзя, чтобы отдельно переезжали. И сегодня эти вопросы решает, вот это ТСТ, то есть перевозят. С генеральным директором, я об этом говорил, Анатолием Алексеевичем Захаровым, мы говорили о колясочниках, да? О маломобильных группах населения. И тоже сегодня, если будет такая проблема, эти вопросы будут решаться. Если говорить в целом о пожилых людях, то, наверное, эти пожилые люди не на лыжах едут, да? Едут в машине со своими родственниками, да? В конце концов, подать руку, подняться на трап и спуститься с трапа. Вот. Я думаю, что это не такая большая проблема, что надо обязательно для них вот специальную каталку и на грузовом пароме перевозить. То есть надо понимать. И потом еще один момент. Вот сколько вы в Уктыль живете, да? Вот сколько раз вы в этом году уже переправились через переправу туда? То есть много, да? То есть у вас по роду деятельности, наверное, или какие-то другие причины. Ну, давайте будем смотреть реально. Если мы за сезон, ну, 5, ну, 10 раз переезжаем, да? Я понимаю, что есть неудобства, но о том, что мы говорим, там пожилые, они едут на машине с членами своей семьи в отпуск куда-то еще. То есть вопрос-то... То есть вы говорите, если говорилось, а документально это как-то подтверждено? Ну, вот в прошлый раз одна из присутствующих сказала, я сейчас с ребенком-инвалидом поеду, проведу эксперимент. Я сказал, не надо с ребенком делать эксперименты. Есть необходимость, позвоните, вопрос решится. То есть каждый раз, когда мы приезжаем на переправу, люди как-то... Вам отказывали или нет? Вам надо звонить. Не надо. Я просто сказал, не надо экспериментов. А вы говорите, потому что катеристы сами не пострадают. Это от того, что перевозят людей на катере? На котором вы говорите... Я же вам еще раз сказал, что разговаривал с генеральным директором. Вот сидит здесь исполняющий обязанности начальника УТТ и СТ, да, то есть... И знает эту тему. Хоть кому-то отказались сегодня, маломобильному гражданину, который на коляске приехал. Никому. Зачем мы вот сейчас эту тему мусолим? Он решается этот вопрос. Я в прошлый раз об этом говорил. Не надо уводить в эту сторону. Сегодня наша задача минимум, считаю, что полностью решена. Но если не сейчас, то придет второй катер и все станет на свои места. Хотя сегодня переправа также работает, в общем-то, четко. Вот не считая, так скажем, тех эксцессов, которые по вине наших граждан там существуют, которые, так скажем, предъявляют претензии к экипажу. И нам пришлось вот вчера даже выставлять там полицейский пост. Ну, это хорошая жизнь. Ну, так, конечно, потому что мы вот такие. Ну, на самом деле, у нас, вы знаете, что то, у кого денег нет, то они, как правило, всегда платят. А у кого денег есть, они как-то жмотничают. Значит, я думаю, себе, Романович, задача будет локально решена, когда мы осуществим размещение заказа на строительство парома. Вот это будет задача решена, потому что этот год мы доходим. Следующий год для нас, если мы это не сделаем, будет проблематичным. Все остальные вопросы, я думаю, следует обсуждать как-то несколько по-другому, потому что, я еще раз говорю, надо осмыслить. И реальные цены, и стоимость, и возможности, и сроки. Тогда это будет предметный разговор. А так это пока всего лишь у нас сами эмоции. У вас одни, у нас другие. И я хочу сказать, вот тот вопрос, который земляки подняли, то есть в Уктыльце, и мы совместно этот вопрос сегодня решили. Мы сегодня можем говорить о том, что мы совместными усилиями проблему переправы на сегодняшний день решили, и у нас есть ясность, что будет в перспективе на следующий год. Поэтому я должен сказать слова благодарности за поддержку в этом вопросе. Но, в общем-то, вопрос прорабатывался и в рабочем режиме. Мы бы к этому пришли. Но вот он решился, этот вопрос. О чем, Андрей Николаевич, я вам, в общем-то, доложил. Для себя-то в чем мы решили? Ну, потому что вам удобнее так. А народ вам... А нам-то удобнее что? Ну, удобнее то, что будут катера, то, что будут паромы. А другое-то решение? Какое вот сейчас? Ну, определение мы отделили на мост. И что, и будем ждать, когда построится мост, и больше ни чем заниматься не только никак. Вы же, в принципе, согласились с этим, правильно? Мы не забываем, почему. Нет. Мы сейчас говорим о чем? Вот Андрей Николаевич правильно говорит. Варианта два. Либо мы упираемся и думаем, как мы мост будем строить, И все, и встает вся жизнь, вся жизнь. Да нету этих денег, вам же объяснили. Нет, сейчас, успокойся. Значит, поэтому... На самолеты на все у вас есть деньги. На дорогу у вас есть деньги. А на все стоило у вас есть деньги. Кстати, пожелание в Уктыльцах было тоже, чтобы самолеты возобновили. Или нет? Ну, пожелания были, но мы посмотрим реально, а по стоимости сколько когда-нибудь будет пользоваться. Я поэтому не говорю о продолжении. Вы можете тоже не говорить, что Боинг сюда покупать, и сказать, вот Уктыльц вам Боинг купили, понимаете? Нет? А кто будет летать-то? За какие деньги? Вы будете деньги давать людям? Вот я не могу. Я не могу летать, понимаешь? За пять или за тысячи я не смогу летать. И за две с половиной тоже не смогу летать. За какую цель? За пятьдесят рублей? Нет, без права. Ну, что вы, ребят, ну, что вы хотите? Двести километров, как до Москвы-то летаешь? Ну, вы знаете, вот, например, есть категория граждан, которые наоборот, молодые мамы, которые наоборот с детьми выгодно будут прилететь через полчаса и быть уже в другом городе, чем трястись, четыре часа приобрели с этим. Есть категория таких людей, но попробовать же надо посмотреть. Не, ну, согласно, да, мы же не отметаем самолет. Да, не подумайте. Просто потом опять же станет... Потом чиновники будут ездить, а нарубить. Потом станет опять вопрос, что у нас льготная дорога оплачивается только федеральным бюджетникам, и за эти деньги потом даже мама молодая не полюбит. Ну, все как бы из предположений определяем. Значит, под чиновников никто ничего здесь делать не собирается. Потому что с частотой поездки деревянка в город Сыктывкар, я думаю, что он вполне обойдется сегодняшней ситуацией. Вот, поэтому, значит, прилетит, увидит цены. Я думаю, что каждый сделает вывод. Денис, дадим, удивимся или как? Имею в виду, обратно, если удивимся или... Я не знаю, я, честно говоря... То есть, убедительно вы должны, по-моему, это кажется, как-то убедительно, да? Нет, стараюсь как бы не забегать вперед, потому что, значит, мы опубликовали предельно допустимые цены, где в Ухтыла вообще нет, по которым летает УТР-экспресс. Значит, 70% населения сказало, что, ну, еще не дороже, чем у УТР-экспресс, поэтому нормально. Значит, 20% сказало, ну, особенно усинцы, самый бедный у нас народ. Ничего себе, Усинск опять дороже всех. Вот, остальная часть просто промолчала. Поэтому вот как это, в какой категории вы относитесь, я не знаю. Поэтому давайте мы будем шаг за шагом поступать. Ну, почему привело в Кирове вот эта вот малая авиация? Уже в Кирове малая авиация тоже нет. Значит, есть... Ну, была тоже Комперми, прислежащая. Я сейчас вам объясню, что такое. Есть пилотный проект, который, значит, проводится в Приволжском федеральном округе, значит, где решено тем, что малыми самолетами между столицами вот этих субъектов, которые входят в Приволжский федеральный округ, осуществлять полеты для, как бы, для граждан, чтобы они могли мобильно перемещаться, при этом использовать федеральную дотацию на стоимость билета. Там 50% платит стоимости сам пассажир, 50% стоимости датируется с разных источников, в том числе и региональных бюджетов. Так вот, на сегодняшний день, если уж говорить про Киров, в Киров практически все рейсы отменил, потому что количество людей, летающих, минимальное, даже за эти цены, которые там, можно сказать, были установлены. Ну-ка. Кому тоже сначала, сначала ура-ураном, да, самолетом, потом... Да, значит, мы очень, поэтому мы очень осторожно подходим с точки зрения полетов, туда, куда мы еще не летали, вот, исходя, я еще раз говорю, из первых рейсов, все будет понятно. Евгения Николаевича, я так поняла, что у нас в этом направлении, то, что население требует, но будет приобретен только грузопассажирский паром, который будет работать, да, там может быть круглосуточно. На сегодняшний день это решение уже принято. Принято решение. Да. Мост в перспективе, когда можно будет узнать, что будет, как будет в этом направлении. Потому что грузопассажирский паром, это не решение всей проблемы. У нас люди на переправе умирают, вы понимаете? Вот это, я сама с трех часов ночи сидела с детьми в машине, которые по мне лазили, это тоже не выход, чтобы мамочки сидели там в автобусах, в машинах с детьми, ждали вот этого. Значит, я понимаю, что это не идеальный вариант с паромом, и это все понимают, никто от себя иллюзий, так сказать, не возводит, что мы там решили проблемы всей иной раз. Но как решить другую проблему, о чем вы говорите, сегодня я вам ответить не могу. Сергей Романович, то же самое. Значит, ну вот есть предложение, давайте всем миром будем собирать деньги. Ну, я бы не рекомендовал это делать, честно говоря. Потому что... Шлагбаумы, там, чтобы водители платили на этом мост, лучше окупиться быстро этот мост. Вы сами себе противоречите. А где же свобода, а где же бесплатно? Для транзитников. Для транзитников. А чем транзитники отличаются от коренных? Ну, вот, ребят, вот... Взять вот тот же Ситкир, то еще местное население не будет. Где построен мост, скажите, пожалуйста. Значит, мосты строятся регулярно. Другое дело, что в разных направлениях. Значит, вот в этом году был запущен мост через реку Вычигду в Усть-Куломском районе. Может, сколько километров там длина? Длина? Я думаю, что длина моста порядка 120 метров. Вот, пожалуйста. Какая необходимость была там, а здесь нету такой же метр? Это дорога на Троицко-Печорск. А тут в Ухтыр не надо. В Ухтыр, Печор, Ухтыр. Ну, во-первых... Я же говорю, на сегодняшний день вопрос... На сегодняшний день вопрос... Почему Вы так негативно от Троицко-Печорска? Потому что, на самом деле, к Вам этот вопрос сейчас свалился как с неба. Понимаете, как-то вот, как снег с неба. Потому что у Вас не стояло этого... Вообще никто этого даже не питался, это дело решить. Ну, давайте... Поэтому мы же говорим... Можно я Вас перебью, чтобы повторяться? Давайте начнем речь от этого вопроса. Значит, у нас каждый занимается как бы там своим делом, то, что ему там определено или предписано. На самом деле, дороги, мосты и автомобили, это как бы не моя епархия. Поэтому он для меня, может быть, так сказать, свалился там откуда-то. Но, по крайней мере, вопрос, связанный по мосту для дорожного агентства, он ниоткуда не падал. Значит, поэтому об этой проблеме известно. Эта проблема обсуждается. Единственное, что прийти к Вам и сказать, что у нас есть проблема, вот как я Вам сегодня говорю, но решить мы ее пока не знаем как. Это вот наш с Вами разговор. Точно так же рядом со мной будет стоять лучи, и точно самое будет говорить. Но проблема эта известна. Я хотел бы еще сказать вот что. В этом году, и я в прошлый раз об этом говорил, мы участвовали в республиканской программе по строительству мостов. И два моста мы в этом году будем строить на дороге по Черевуктыл. Стоимостью более 55 миллионов рублей. Там тоже нужны мосты, там тоже живут люди, но там другая цена вопроса, да. Будут мосты построены. Затем, мы сегодня в программе, в республиканской программе «Чистая вода». Есть проект на строительство водовода, о чем я говорил. Поверьте, это важнее гораздо паромной переправы этот вопрос. Я в прошлый раз говорил, что водовод это, не дай бог. Значит, цена, проектная стоимость водовода 400 с лишним миллионов. На сегодняшний день у нас 55 миллионов. Это стоимость 3 километра, да. То есть будем строить, начнем строить водовод. И есть ряд других программ, где мы участвуем. Я говорил, что более 100 миллионов в этом году республиканских денег мы привлекли в бюджет района. Так вот, теперь давайте будем действительно, если говорить о цене моста, то есть это просто будет нереально. Надо тогда республике либо порезать все программы по районам. Я тоже хочу ездить по мосту, чтобы вы правильно поняли, да. Мы просто давайте реально посмотрим. Потому что вот эти маленькие точки, где тоже живут люди, мосты на почере, водовод в Уктыл, там где-то у Княж по гости, в Йемве, в Эжве, там в Усть-Выме. Тогда строительство школ, детских садов и социальных объектов, да. Значит, это тоже придется тогда свернуть. Наверное, есть, не наверное, а точно есть у правительства республики программа развития. И вот то, что ответили, что в этой программе развития до 2020 года, в общем-то, в планах мост не стоит, такой ответ был, да, вот здесь. Я вас зачитывал, да, то есть это было за подписью министра финансов. Ну, я рассказываю ситуацию такой, какая она есть. И мы сегодня можем хоть до утра здесь просидеть и будем рассказывать, как хорошо по мосту. Да мы все понимаем, что по мосту это лучше, да. То есть сегодня, если собрать подписи, каждый два раза поставит подпись, хотим мы мост или нет, и каждый подпишется под этим. Ну, надо быть реалистами. Но вот то, что по переправе вопрос решился, это, ну, вот, даже не подвергается сомнению. Сергей Романович, может, если выйдет это на федеральный уровень, может быть, откуда будет она в день? Если нет денег в республике, значит, пускай республика ставит вопрос на федеральном уровне выделения денег, финансирования. Значит, ну, на самом деле, вопросы, связанные, это, как бы, деньги из Дорожного фонда, значит, такие обращения на федеральный уровень, как бы, от имени главы, в том числе, они регулярно уходят. И то не просто так, опять же, с эмоциями, а с обоснованиями. Значит, к сожалению, мы сегодня реально дополнительных денег в Дорожный фонд у нас не добавляется. Значит, поэтому этот вопрос тоже стоит. Скажем так, ваши письма, обращения к президенту, они там тоже все фиксируются, они все отвечаются. Другое дело, что они так или иначе возвращаются в республику с припиской, просим ответить адресату. Значит, и потому что федерация точно так же считает, что это, в первую очередь, проблема субъекта. Чего вы к нам лезете? Вы там умные, делайте и за свои деньги все, что угодно. Поэтому, я еще раз говорю, все ваши обращения там никто никуда не выкинул. Мало того, еще часто они там, там есть письмо, где фамилию сейчас не помню, но тем не менее, значит, что деньги на мост уже были выделены, деньги все свистнули. Разберитесь, где наш мост. Ну, я не знаю, кому деньги тут выделяли на мост. А по поводу, комментарий такой, по поводу почерки мостов, я не знаю, на мой взгляд, если нет вот той переправы, зачем почерки мосты ремонтировать, это, по-моему... Вы можете... Сами почерки, сами почерки жители говорят, что вам лучше вот это переправо построить, чем через Волочерка мы перепрыгнем. Вы в почере когда-нибудь были на сельских сходах, да? Вот, вот, пожалуйста, зайдите и скажите почерцам, что вам мосты не нужны. Если ставить вопрос, нет, Сергей Романович, если ставить вопрос, либо вот это переправа, либо вот это, либо вот это мосты, тогда они расскажут, что вот это все равно нужнее, как бы то ни было. Потому что снабжение у них, опять же, через нас все идет. Опять же, у них... Там 50 миллионов, а здесь вот что. Поэтому мы сегодня решаем вот эту проблему конкретную, сегодня есть возможность решить, и мы решаем. Мы бы могли тоже этого ничего не делать, говорить, что мы будем вот добиваться строительства большого моста, а вы подождите, ездите по этим аварийным мостам. Все равно не критично. Там аварийные мосты. Там не критично. Ну, во всяком случае, нам удалось это сделать, и я как бы из вашей вот этой реплики понял, что эта работа впустую, почерцем эти мосты, вообще они никому не нужны, да? И не надо это было делать. И тогда, может, вообще не надо, вот, не стараться в Дутово школу, может, не надо строить, да? Вот, может, и водовод не надо, и прочее, прочее. Не надо ремонтировать вот те объекты социальной инфраструктуры, которыми мы... Давайте, то, что у нас сегодня получается, то, что мы можем делать, мы это делаем. Вот, и это надо вчера было, да? Надо было, да. А есть вопросы, которые, может, они завтра будут разрешаться, может, послезавтра. Но сегодня, вот, точно никак, и надо быть реалистом. У меня есть предложение. Значит, я все-таки хотел бы понять, вот те шаги, которые сегодня предприняты, которые реально, мы их все-таки делаем или... Делаем, делаем, естественно. Значит, а ваши озабоченности по поводу строительства моста? Значит, по итогам нашей поездки я в любом случае буду докладывать главе Республики Коми, и, конечно, ее обозначу, значит, откуда, значит, она никуда не денется. Вот. Вопрос другой, что сегодня, ну, появится поручение, значит, для дорожного агентства, или не появится, пока не знаю, значит, для того, чтобы более детально проработать возможности. Но, поэтому я считаю, что вот мы теми шагами, которые осуществляет администрация муниципалитета, при помощи Министерства промышленности, значит, мы продолжаем делать. Итак, вот и сегодня вот мы пригласили руководителей учреждений и предприятий, вот для того, чтобы сегодняшний наш разговор послушали и могли проинформировать, потому что информация, то есть, должна как бы вот разойтись, должны все понимать о том, что сегодня делается, в каком направлении мы будем. Поэтому, вот, естественно, нашей встречи и в СМИ будет, и на сайте администрации, ну, вот, и в общении с людьми. Поэтому, думаю, что на следующей неделе, как мы договаривались, подойдет второй катер, и вопросов там по этим ожиданиям не будет. Более того, вы уже говорили о том, что с водом дороги через Малую Перу транзитники от нас уйдут, и, в общем-то, мы эту навигацию проработаем, а на следующую, конечно, надо возвращаться к грузопассажирскому парому, где также на машинке заехали и съехали-поехали дальше. Тогда мы будем уже разговаривать о режиме работы этого парома и о всех других тонкостях потом, когда этот будет паром. То есть, это уже другая будет история, и я думаю, что мы ее решим. Главное, чтобы этот грузопассажирский паром был у нас на Кузне Божьей. Спасибо вам, что пришли.